Если у него проблема, то наша команда стоп. То есть у нас стоп снова, стоп и не взаимно финансируется. В 4 месяца и уже на лошади. Правда, строго на руках у отца. Маленькая Диана родилась в разгар пандемии в семье медицинских работников. Папа – эпидемиолог, мама – оператор ЭВМ в Шелиховской районной больнице. Лечение в красной зоне, смены до поздней ночи – все это стало обыденностью для Александра и его родных. Что уж говорить о семейном досуге. Через это проходит почти каждый врач, но не каждый справляется с такой нагрузкой. Спасательным кругом для психики докторов стала ипотерапия. Это одна из хороших альтернатив, то есть психологическая разгрузка. Это, скажем так, связь с природой будет для медицинского работника. Прекрасная возможность, про все время у нее работаешь, не снимая средства индивидуальной защиты, спецкостюмы эти. Работали по 6, по 8 часов, не снимая. То есть ни в туалет не выйти, ни покушать. Такие конные прогулки – не прихоть, а способ реабилитации. Его придумали в конно-оздоровительном клубе деревни Алха. Волонтеры написали проект «Спасибо, доктор», отправили его на конкурс президентских грантов и выиграли. Мы подумали, что будет очень интересный проект. Мы поможем нашим медикам, чтобы они дальше могли помогать нам. Непосредственно ипотерапия предполагает работу все-таки с лицом с ограниченными возможностями. Когда у нас садник-пациент. Мы вышли за рамки, мы взяли лошадь просто как друга, как товарища, как интересный объект для общения с животным. Первые же участники проекта приехали вместе со своей семьей. Тогда в реабилитацию включили и родственников врачей, так как такие семейные занятия тоже своего рода эмоциональная разгрузка и помощь. Кстати, ездить верхом совсем не обязательно. Для медиков предусмотрели не только ипотерапию, но и иповенцию. Лекарством для души также выступает лошадь. Но речь идет о другом взаимодействии с животным. Кормлении, чистке, играх и прогулках. Вот две ладошки, потом будете все в слюнях. Предупреждаю. Туда вот, смотри, раз, и он у тебя с ладошек взял. А для тех, кто не готов контактировать с лошадью напрямую, есть разные арт-терапевтические и фото-терапевтические техники. Но семье Шильниковых, например, это не понадобилось. С животными они довольно быстро нашли общий язык и прекрасно отдохнули всей семьей. Мы очень счастливы, что такая вообще программа появилась. Это больше как-то умственно отдыхаешь. Физический воздух свежий. Ну, как-то забываешь обо всем. Ну, бывало, конечно, задерживались очень допоздна. Дети скучали. Конечно, естественно, мы их не видели. Приходили домой, сидели с бабушкой. Бывало, сидели одни дома. В конный клуб Шильниковы еще вернутся. Ведь это была только первая прогулка. Всего же в проекте предусмотрено 100 занятий для 50 медицинских семей. Они продлятся до августа 2022 года. Дарья Эйвазова, Новости по будням.